Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в приладочку на сервисе реплей. Первый сервис. Здесь Кирилл Футбол. Не забывайте вводить мой ник по регистрации. Итак, я думаю, понимаете по названию, о чем сегодня будет идти речь. Ну, немного будет отступление. Да, если что, это не кликбейт. Действительно, АЗС-ку я продал, я вам предоставлю скриншоты, в принципе. Ну и мы лично поедем посмотрим, по голосу у нас стоит сейчас или нет. Ну что ж, погнали. Ну что ж, я думаю, давайте начнем с того, что у меня вчера сломался компьютер. Даже не вчера, а позавчера, в принципе, он сломался. Да, я мог заходить играть, но у меня было 30, 60 FPS. Он постоянно скачал, и он был нестабильный. Как только я включал запись в бандикаме, у меня просто был FPS 6 в игре, понимаете? Это была полная жопа. Что случилось? Я просто подхватил вирус. Хотя, ничего я не скачивал особо, и подхватить я не знаю, где я его мог. Но, все-таки, я подхватил этот вирус, и он выебал мой компьютер, так сказать. В итоге, отвезли мастеру, короче, компьютер. Как раз корпус поменял я. В принципе, поменял SSD диск. Теперь у меня там стоит терабайтник, короче. Стоит еще 500 мегабайт. Короче, память теперь дохренища. Также поменяли винду, и, в принципе, все хорошо. Если что, я вас оповещал всех в своей официальной группе в ВКонтакте, и сделал записи в Ютубе. Поэтому, кто не видел, можете зайти посмотреть, в принципе, ну, или бы я сюжеты вставлю. Я вас оповещал о том, что видосов не будет. Ну, вчера, что видосов не будет. Вышло одно видео, это по GTA провинция, в принципе. И все. Потому что он у меня был раньше записан, и я его не вылаживал. Я его быстренько отмонтировал, хотя у меня лагало. Когда я вырубал интернет, у меня, кстати, не лагало. Но все-таки пришлось везти к мастеру. В принципе, все сделали. Все заебись. Новый корпус стоит, новая винда. Приходится, да, все заново скачать. Сначала только бандикам. Потом скачал программу для монтажа и скачал криминал. В принципе, вот и все. Больше я ничего пока что не скачиваю. Нужно еще скачать другие игры там и так далее. Блин, не люблю, когда вот это надо обратно адаптироваться, так сказать, под компьютер, все заново скачивать, все заново, все папочки и так далее. Я вот это... Меня это херит, серьезно. И надо все насрать. У меня, пацаны, это настроение, потому что такая еботня жесткая, пацаны. Вы, я думаю, понимаете, кто сталкивался с этим. Заново все скачивать, блядь. Такой геморрой пиздец. Ладно, я думаю, в принципе, с этим все понятно. Поехали к АЗС. Там уже расскажу, что с ней произошло. Почему я все-таки ее слил. Ну что ж, пацаны, вот заправочка, в принципе, да. Смотрите, она стоит в 8, да, в принципе. 30 миллионов государств. Бизнес открыт, литр 40 рублей. Блин, надо было когда продавать ее, поставить, чтобы литр был 30 рублей. Все равно она, как бы, осталась, так сказать, работать. Здесь можно заправляться, по идее, но я не уверен, что здесь есть продукты, как бы. Я в этом, на самом деле, не уверен. Но я вроде завозил, когда ее продавал. Я помню, да. Так, вообще, почему я ее продал, давайте я вам объясню. Со мной связалось руководство и сказало, что Рыжевс будет меняться, то есть, наверное, уберут. Нужно, чтобы я бизнес продал. Я такой, окей, хорошо. И они мне объяснили, что они мне компенсируют потерянные деньги. Если что, я не один такой особенный. У кого бизнесы в Рыжевске, то всем будут компенсировать деньги. То есть, после этого, сколько там мне будет не хватать, вы, в принципе, вам вернут эти деньги. Короче, я приехал, засклинил все, в принципе, скинул, что вот там этот мой бизнес, там, что я его сейчас продам. Я показал улучшение, мне вернули деньги за улучшение, которые я ставил. Это чекпоинт, что было видно на карте. Потом это название бизнеса, что я менял. И улучшение товара в два раза было, короче. За это мне тоже деньги вернули. Госком у АЗС, видите, 30 миллионов. Мне почему-то удалось ее слить всего лишь до 21 миллион. Эти деньги сразу кинулись в общак, потому что это был семейный бизнес. Мне вернули 9 миллионов, еще получается, и вернули деньги за улучшение бизнеса. Если что, так будут делать всем, я не один такой особенный, типа, что вот, была там и так далее. Нет, это будут делать всем такую тему, короче. Поэтому, бомбить там, если что, не нужно. Я думаю, теперь нужно решить, что делать с этими деньгами, да. В принципе, вот, смотрите, у меня 33 миллиона. Там 400 тысяч, это мои были деньги, в принципе. Ну, вообще, по сути, да, это мои деньги, грубо говоря. Но, смотрите, есть два варианта. Первый вариант, 20 миллионов потратить на машину семьи. В принципе, да, можно это сделать. Второй вариант, это купить бизнес какой-то за 20 миллионов. Ну, а 10 миллионов мне нужны для того, чтобы купить одну машинку себе, пацаны. Я думаю, вы меня поймете, я очень давно хотел эту машину. Сейчас как раз появилась возможность. Да, конечно, больше всего денег уйдет на семью. Это по-любому. И если я буду брать бизнес, я возьму его на себя. Не потому, что я такой пидорас, типа, вот, все, семью я бросаю там и так далее. А потому, что, если покупать бизнес у человека, потом нужно его слить в гос и купить его брата. Понимаете, это пиздецкий мороль. И второе, это то, что, если бизнес будет там мне, улучшение будет стоить, ну, в три раза дешевле. А если бизнес будет на семьи, это будет в три раза дороже, понимаете. Поэтому, если я куплю бизнес, он будет там мне, но деньги будут уходить в семью. Я думаю, это все понятно. Теперь пишите в комментариях, что вы там думаете. Можно на 20 миллионов купить, например, ну, два Раптора и два Е63 Мерседеса. Либо купить за эти 20 миллионов какой-то бизнес, чтобы он нам нес прибыль. Но в этот раз я буду хорошо выбирать бизнес, чтобы не лохануться. Возможно, можно купить какой-то спортзал, какую-то аптеку, возможно, можно купить. Но я, на самом деле, хочу бизнес либо в, получается, Батырево, либо в Южном. Либо в 2014-7 Батырево есть, в принципе, и аптека. Какая мне интересна. А в Южном, что у нас в Южном есть? Бля, в Южном есть в 2014-7. Возле ДПС, ну, навряд ли его продадут, в принципе. Спортзал тоже, вроде бы, как в Южном не продают. Ну, что-то посмотрим. Как бы, я кину объяву, кину объяву в саботку и буду ждать, в принципе, предложений. Все, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Буду держать вас в курсе событий. В принципе, сейчас пойдут видосы подряд уже по мазингу. Буду что-то решать с этими деньгами. Давно, кстати, у меня таких денег в руках не было. Это круто. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok